ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. И снова потенциально опасные подушки безопасности. Из-за них в России отзываются более 30 тысяч автомобилей Audi A4 и A6, выпущенных с 2005 по 2011 годы. ВИН-коды размещены на сайте Росстандарта. Ведомство напоминает, что угрозу водителям и пассажирам представляют газогенераторы подушек. В момент срабатывания устройство может разрушиться на множество мелких осколков. В мире зафиксировано несколько летальных случаев. А отзывные кампании затронули миллионы и миллионы машин. ТРАССА СТО ОДИН Комитет Госдумы по транспорту одобрил изменения в правила прохождения технического осмотра. Депутаты обещают принять законопроект в трех чтениях до нового года. Согласно документа, ехать на ТО надо будет только при перерегистрации автомобиля, внесении изменений в конструкцию и установке других агрегатов. Это относится к машинам и мотоциклам старше 4 лет, принадлежащим физлицам. Ранее сообщалось, добавлю, что наличие действующей диагностической карты начнут проверять с помощью дорожных камер с весны следующего года. ТРАССА СТО ОДИН В России тестируют систему автоматического распознавания дорожных инцидентов. Столкнулись автомобили, машина наехала на пешехода. Если это попало в объектив камеры наблюдения, сигнал пойдет в экстренные службы незамедлительно. СМИ сообщают, что данная технология может быть реализована в крупных городах страны до конца следующего года. Возможно, к ней можно будет подключить в том числе не только частные стационарные камеры, но и автомобильные видеорегистраторы. ТРАССА СТО ОДИН Покупать машину сейчас – своего рода безумие. Залезать в долги, брать кредит, переплачивать за навязанные допы. Но, говорят эксперты, если решение принято, то надо действовать. Ничего хорошего впереди нас не ждет. Автомобили не подешевеют. Традиционных акций и скидок, например, новогодних, не будет. В проигрыше остаются и те, кто продал прежнее авто, а с покупкой нового решил повременить. Деньги обесцениваются буквально в ежедневном режиме. ТРАССА СТО ОДИН Вы планируете продать свой автомобиль и хотели бы знать его реальную стоимость? Оценкой рыночной стоимости транспортных средств в Кирове занимается компания «Экскона». О сути процедуры расскажет руководитель отдела транспорта компании Константин Кузнецов. Мы занимаемся оценкой автомобиля. Для этого надо просто приехать с документами на автомобиле, своими документами к нам в фирму. Желательно иметь чистый автомобиль, предоставить его на осмотр. Мы выявляем повреждения внешние. Если надо, можем заказать внутреннюю диагностику автомобиля где-нибудь на сервисе. И после этого, учитывая все эти недостатки, либо улучшения, если они там есть, мы определяем стоимость рыночного автомобиля от двух до пяти дней. Компания «Экскон» находится в Кирове по адресу улица Карла Липкнехта, 13. Телефон горячей линии 73-50-50. Сайт ex-defiscon.ru На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.